всем привет мои хорошие рада приветствовать каждого на моем канале спасибо что заглянули сегодня я решила заказать свои любимые роллы только самые любимые нашла такой сет в котором только моя любовь это филадельфия аляска запеченные спайцы с креветкой в общем все как я люблю единственное вот эти роллы я почему-то думала что будут сыром оказывается не с крабом я больше люблю просто когда они с сыром без ничего просто сыр и огурец получается пушка и давайте приступим я не могу сказать что я прям супер голодная но кушать все равно хочется вчера вечером я посмотрел мукбанк с роллами на канале по моему николай с вами резкое желание снимать для вас видео у меня возникает когда я смотрю чужие мукбанки я просто порой представляю а может быть вы тоже смотрите меня и тоже хотите создать youtube канал меня так как только я начинаю смотреть блогеров некоторые в комментариях мне писали точнее один комментарий я увидела почему вы перестали общаться с мариной верняевой она всех видел хорошо высказывалась на твой счет ты на ее счет с чего взяли что мы когда-то тесно дружили я смотрю ее видео да и просто обожаю на красоткам классное оформление очень много ест просто влюблена в нее я надеюсь что она тоже хорошего мнения обо мне но так чтобы прям тесно общаться мы с ней не знакомы лично мы живем в разных городах мне кажется с разный менталитет будем дамы вообще мне кажется разные просто мне очень нравится снежану костям от них там веет добротой не знаю я прям очень люблю вообще всех люблю кто снимает мукбанки если вы думаете что это конкуренты на самом деле нет абсолютно наоборот это люди которые привлекают других людей к этому контенту то есть кто-то выходит в рекомендациях например смотрит кого-то а потом думает о есть еще такая а есть еще вот этот мукбанкер то есть если бы всего один человек снимал видео на тему мукбанков мне кажется так было бы совершенно не интересно почему-то я думала что с появлением бумажного канала просмотры на этом канале будут становиться все меньше и меньше но на самом деле такого нету я безумно рада этому даже наоборот аудитория с того канал переходит сюда вообще надо пробовать себя в чем-то новом если вы тоже снимаете например видео и у вас не прет попробуйте другой формат например вы снимаете какой-то контент и он например долгое время не набирает просмотры и в таких случаях обязательно нужно менять траекторию моем случае то же самое было я ты считала что я очень круто снимаю контент что это как молодец и никто даже не сравнится со мной но мои видео очень мало набирали потом я резко поменяла формат своих видео начала снимать мукбанки у меня так прям пошло все хорошо вот и сейчас когда я возвращаюсь назад я понимаю что мой контент не был идеален то есть я по факту не умею супер краситься у меня не было последних каких-то новинок каких-то палеток или сидела рассказывала про свою бюджетную косметику которая особо никому не интересно и при этом раскладе я хотела дофига подписчиков дофига просмотров но в тот момент мне казалось что я снимаю очень интересно я думала я снимаю прям на ровне с топовыми блогерами каждый человек оценивает свой род деятельность очень как сказать очень классно плюс еще мой брат который нахвалил меня сказать честно у меня как бы сразу все пошло но пошло очень медленно то есть хотелось сразу хороших просмотров а у меня видео долгое время набирали где тысячу просмотров 1500 где-то но так что видео там по 20 просмотров по 30 набирать такого у меня никогда не было то есть сразу как поставила все пошло возможно в какой-то степени это еще и зависит от везения например у меня мама говорит тебе просто повезло что пошло вперед могла бы долго снимать например и как-то безрезультатно когда я получила первые 100 долларов с ютюба мы просто была настолько безгранична рада очень рада получается если меньше 100 долларов зарабатываешь месяц эти деньги тебе никто не платит они как бы копится например каждый месяц зарабатываешь по пять долларов к примеру дам если у вас на каждом видео будет по 1000 просмотров к детям ориентировочно я вам считаю в неделю где-то вы будете выпускать два видео в месяц у вас где-то получится но 15-20 долларов а их невозможно обналичить обналичить можно больше 100 долларов и вы получается будете свою зарплату ждать месяцами вот но есть надежда всегда что дело пойдет вот и так далее какие вкусные роллы в этот раз как круто я недавно осознала что я ни разу хотя нет два раза всего кушала в ресторане роллы а так я обычно всегда заказываю домой настолько привыкла к такому раскладу вещей что мне как-то даже не хочется в ресторан находить я все домой заказываю когда училась в универе прям очень хотелось ходить по ресторанам показывать всем своим одногруппникам что я сегодня была там а я была здесь и мы шели кстати ходили постоянно по ресторанам делали фотографии пилили истории показывали всем вот мы здесь а сейчас такого желания как бы если честно нету напишите пожалуйста в комментариях я одна такая или многие так не знаю после особенно пандемии коронавируса я как-то привыкла сидеть дома и даже вы знаете я ушла с работу с мыслью что больше времени буду уделять своему парню отношения намного важнее чем работа типа постоянно работать это тоже неправильно отношения рушатся я останусь одна денеженька что же я буду делать таким то в таком случае сложила все за и против и вы знаете ничего не поменялось то есть я опять же сижу дома я опять же кушаю роллы рисую рисунки и меня это устраивает она подписчица написала в комментариях говорит если бы я бы хорошо зарабатывала я бы путешествовал я бы тратил на это на то на третье десятое а ты этого всего не делаешь да я этого всего не делал но я на своем месте и как бы я счастлива от этого я не могу себя назвать несчастным человеком я каждый день благодарю бога за то что я здорово в последнее время я очень начала заниматься своим здоровьем я пошла сдала анализы все а мне выписали витаминки я каждое утро пью мед в общем каждое утро просыпаюсь 7 делаю себе беру две ложки меда заливаю кипятком не совсем кипятком такой теплой водичкой и сразу забивают и все я делаю так уже 10 дней я себя намного лучше чувствую прям я чувствую разницу что чувствую себя бодрее пройдя всех врачей я поняла что меня особо таких проблем со здоровьем нету но я и благодарна богу что у меня нет никаких проблем со здоровьем как хорошо вот так что я счастлива все офигенно даже в том случае если я останусь в этой жизни одна ничего страшного здесь был вопрос вопрос задает малико голым айка привет у меня есть к тебе вопрос если бы ты заболела неизлечимой болезнью ты бы лечилась и делала все возможное чтобы выздороветь либо просто наслаждалась своей жизнью возможно это странный вопрос но очень интересно да необычный вопрос если вы думаете что я беру вопросы не знаю из космоса вот под видео у меня комментарии просто комментариев много и не всегда я отвечаю прямо на топ комментарий которые сверху иногда бывает беру снизу какой-то комментарий поэтому вы возможно не видели этот комментарий эти спайсы с креветкой это конечно нечто конечно сложно рассуждать на такую тему особенно если ты не был в таком положении может даже не имея права рассуждать на эту тему но я не болец по жизням так скажу и порой если ты знаешь что тебе осталось совсем немного например я уверена в том что мне осталось совсем немного я бы просто наслаждалась по жизнью если бы не было бы уже стопроцентных шансов например сто процентов без шансов не вылечиться не дай бог конечно оказаться в такой ситуации я бы предпочла просто в миг умереть чем знать что я скоро умру и прощаться с этим миром и все такое в общем это страшно по мне он и он и и и и и и Папа звонил буквально час назад и говорит, ай, я так скучаю по погоде в Азербайджане, такая хорошая погода. Мы привыкаем к этой погоде, нам кажется, вроде как холодно. Для этого надо поехать в Саратов. В мой родной Саратов поехать и увидеть погоду, вот эту зимушку, когда прям вот холодно, прям замерзли ноги, и потом домой приходишь, и они размораживаются, это же такой кайф. Я так скучаю по тем временам. В следующий раз, когда я поеду в Саратов, я обязательно сниму и вам покажу школу, в которой я училась. Возможно, дом, в котором прошло мое детство, который мы уже продали. Этот дом потом еще перепродали несколько раз, хотя дом был очень хорош на самом деле. Когда я жила в доме, я всегда хотела квартиру. Сейчас я живу в квартире, я хочу дом. Если честно, у меня есть планы, чтобы построить дом. И в ближайшее время, наверное, где-то в сентябре, но это все планы, возможно, не получится, я хочу начать стройку дома. Квартира у меня есть. Теперь я хочу дом. Участок тоже есть. У кого есть крутые проекты, обязательно покидайте мне в инстаграм. Будет очень интересно. Если вы и дальше будете смотреть мой канал, то обязательно поэтапно буду все это показывать, как строится дом. Сначала фундамент, потом стены. Я планирую строить двухэтажный дом. Не такой уж прям, знаете, вилла. Где-то 200 квадрат, чтобы был дом с такой лестницей большой на второй этаж. В общем, планов много. Хочу на втором этаже свою комнату, сделать на втором этаже панорамные стекла. В общем, все, как я хочу. Но без папы я это все делать не смогу. Поэтому в следующий раз, когда папа приедет, мы планируем начать строительство дома. Я вам все поэтапно буду показывать, рассказывать, как все было дело из квартиры. Надеюсь, что все получится. На этом все. Я наелась. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока.